Всем привет! В этом выпуске мы продолжим создавать чат, мы добавим в него некоторые важные возможности, которые пока отсутствуют, но в реальной жизни обязательно будут нужны. И в процессе мы излучим опции, которые есть у Socket.io. Опции есть клиентские, есть серверные, вначале серверные. Для того, чтобы включить определенную опцию, мы вызываем io.set, название опции и значения. Какие есть опции? Для того, чтобы посмотреть список, вбиваем в угле Socket.io Configure, и вот первая страничка, это то, что нужно. Итак, опции для сервера. Первая опция это Origins, те домены, которые могут подсоединяться к нашему сервису. Как правило, посетители должны подключаться к Socket.io исключительно с нашего сервера. Для того, чтобы это проверить, мы можем в Origins добавить конкретный домен. В нашем случае это будет io.set.origins.localhost. Могу указать порт, могу указать просто звездочку, что порт может быть любой. Теперь, если кто-то с произвольного сайта попытается подсоединиться ко мне, например, на страничке Вася Пупкин, индекс.html будет код, который по веб-сокету попытается подсоединиться к моему вот, Socket.io. Этот код получит 403. Запрещено. Только сайт, который на этом домене сможет подключаться к моему веб-сервису. Следующая опция это Store. Socket.io позволяет указать хранилище, которое будет использоваться, во-первых, для того, чтобы хранить данные для подключенных клиентов, и во-вторых, для того, чтобы масштабироваться. К сожалению, при реальном использовании этой штуки очень легко наступить на всякие грабли, тут есть много багов, поэтому на практике она совсем не так полезна. Следующая опция Logger. Logger позволяет указать свой объект, который будет осуществлять логирование. К счастью, его интерфейс вполне совместим с Винстоном, то есть у него должен быть метод Debug, Info, Warn, Error. Все это есть у Винстона. Воспользуемся этим. I.O. Set, Logger. И дальше поставим объект log, который здесь вот в самом начале получается. Вот. Как мы помним, этот объект, это и есть Винстон. Вот, видите? NewWinstonLogger. У него есть методы Info, Debug, Warn, Error. Поэтому все будет работать хорошо. И теперь, после установки этой вот опции, у нас будет единый механизм логирования во всем приложении и в Socket.io. Так что опция это очень даже хорошая. Следующая опция это Static. На мой взгляд, она не нужна, поэтому я ее описывать не буду, если хотите посмотреть, тут все понятно. Hardbits. Нужны ли хардбиты, которые проверяют соединения. Resource опция, на мой взгляд, не нужна обычно. Transports. Это как раз та самая опция, которая задает эмуляцию вебсокетов. Если вебсокеты есть, то они используются просто. Если нет, но это Internet Explorer до 10-ой версии, тогда используйте HTML-файл. HTML-файл это означает, что задается iframe. И браузер через этот iframe с сервера непрерывно подгружает данные. Подробнее HTML-файл в учебнике. JavaScript описан. XHR-Polling, JSONP-Polling, вы уже понимаете, что такое. JSONP, это создается теги script. В остальном почти то же самое, что XHR-Polling. Также есть еще один метод FlashSocket. Это означает, что подключается флешка, которая, используя флешовые методы, пытается эмулировать вебсокет. Этот метод есть, но он по умолчанию выключен. Выключен он по ряду причин, включать его не рекомендуется. Если вы все-таки очень хотите это сделать, то позабудитесь о том, чтобы origin тоже была установлена опция. Потому что если FlashSocket включен, если включен origin вот такой, то возможно некоторые C-surf атаки. В общем, желательно FlashSocket просто не использовать, все будет обычно хорошо. Дальше. Authorization мы будем использовать чуть позже, для авторизации. LogLevel и LogColors используются для настройки встроенного логгера. Мы в качестве логгера используем Winston. Единое логгирование для всего, эти опции нам не нужны соответственно. Дальше опции используются очень редко. Остановимся еще вот на каких. Тут семейство опций, которые задают, как Socket.io отдает файл Socket.io.js. Как мы помним, вот такой вот URL обрабатывается Socket.io. То есть у нас нет такого файла Socket.io.js, да, вот в паблике, видите, ничего такого нет. Просто Socket.io видит, что по этому URL обращаемся, и используя опции, которые описаны вот здесь вот, отдает из своих загашников вот этот вот файлик. Соответственно, мы можем либо настроить каким-то правильным образом эти штуки, либо, что на мой взгляд гораздо правильнее, взять этот Socket.io.js и установить в паблик вендор, просто как мы обычно делаем, bower install Socket.io.client, чтобы этот JS файл обрабатывался наравне с остальными. Его можно при необходимости и сборку включить, ничего такого особого в нем нет, чтобы его выделять. Так что здесь меняем путь на вендор и так далее, куда мы это все дело поставили. Все. По серверным опциям это, в общем, все, что нам нужно. Единственное, чуть-чуть небольшой штришок. Тут достаточно большая конфигурация получается. В дальнейшем мы ее еще будем увеличивать, поэтому давайте вынесем ее в отдельный модуль. Я возьму этот код, создам новую директорию, Socket, и в ней файл index.js. Вот. Соответственно, log тут тоже будет свой. Этому модулю для работы понадобится сервер, то есть require Socket, например, вот так вот. Соответственно, делаем это фабрикой. Вот так. Теперь поговорим о клиентских опциях. Самых главных их всего несколько, которые завидуют реконектом. Потому что в реальной жизни соединение иногда падает. Соответственно, мы должны понимать, что при этом происходит. По умолчанию, Reconnect включен. Это означает, что Socket Ayoba пытается пересоединиться. По умолчанию это произойдет через Reconnection Delay, то есть через полсекунды. Если не получилось, то через одну секунду. Если не получилось, то через две. И так далее умножить на два. Как только будет всего десять попыток, и предсоединение все еще неудачно, то будет событие ReconnectFailed. Во всяком случае, так оно должно работать вот здесь вот по документации. Давайте посмотрим, как на самом деле. Для этого я вставил в чат EGS немного свежего кода. Здесь я IOConnect теперь с опциями делаю. То есть URL, либо пустая строка для того же сервера. И опции. Чтоб через одну миллисекунду начинало пересоединяться тут же. И дальше некоторые дополнительные события. При соединении я пишу, что соединение есть. При потере соединения, что соединения нет. Чтоб посетитель всегда был в курсе. И соответственно, либо я включаю функциональность, либо я функциональность отсылки сообщения отключаю. Тоже все естественно. Ну и наконец, если соединение не удалось установить, то вводим alert. Итак, запускаю. Вперед. Ура. Чат. Вот соединение установлено. Все в общем работает. И теперь, внимание, я прибью сервер. Посмотрим, что будет делать Socket.io. Прибил. Вот. Socket.io пытается пересоединиться. У меня указано, что максимум 10 раз. Поэтому все. Он теперь не пересоединяется. И теперь, если я сейчас перезапущу сервер. Перезапускаю. То мы видим, что все мертво. Обратим внимание. Я установил здесь reconnect fail. По идее, по документации это событие должно говорить о том, что пересоединиться финально не удалось. То есть он попробовал все свои 10 раз. За одними промежутками. И ну никак. Однако это событие не сработало. Почему? Это один из багов Socket.io многочисленных. Что делать? Делать очень просто. Взять и обрабатывать reconnect'ы самостоятельно. То есть поставить reconnect false. И дальше убрать вот эту штуку. Просто при дисконнекте вызывать свою функцию, которая будет устанавливать соединение. Слава богу, это делается достаточно просто. Функция может выглядеть, например, вот так. Вызываем connect. И при ошибках через полсекунды пробуем присоединяться еще раз. Свойство Socket.Socket, которое вы здесь видите, это внутренний и слабо документированный объект Socket.io, который отвечает именно за поддержку соединения. Это как раз пример, во-первых, багов Socket.io, а во-вторых, ситуации, когда встроенная реализация нас не устраивает. Например, нас не устраивает, что оно пытается присоединяться через интервал, потом интервал увеличенный на 2, на 4 и так далее. Нам хочется просто каждые полсекунды. Соответственно, мы должны реализовывать это самостоятельно. Давайте я для того, чтобы протестировать, перезапущу все и перезайду здесь вот так. Работает? Работает. Убиваю сервер. Убил. Ну вот. Теперь оно абсолютно честно пересоединяется. Еще раз запустил. Все восстановилось. Итак, в этом выпуске мы познакомились с опциями, которые есть в Socket.io. Мы добавили в проект самые нужные из них. А также поговорили о том, как происходят реконекты, и что нужно сделать, чтобы реконекты происходили так, как нам надо, безглючно, и чтобы этим вообще можно было пользоваться. Продолжение следует.